Друзья, всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня хочу продемонстрировать вам одну из вариаций контуринга, когда прорабатываем всю краевую линию роста волос, а не только пряди у лица. Само окрашивание на самом деле несложное, оно легко интегрируется в общую массу волос и дает плавное отрастание, при том, что можно создавать и рельеф, и красивые блики. Но на волосах, с которыми мне придется сегодня работать, был выполнен кератин. Неоднократно. И есть косметическое уплотнение, которое вы можете видеть в ролике. Поэтому в любом случае я сделаю тест прядь, и исходя из этого уже будет понятно, на что мы можем рассчитывать. Хочу вам сразу сказать, что прядь на разрыв тестируют исключительно несколькими волосинками. Я не верю таким тестам, когда берут достаточно толстую прядь и пытаются разорвать, растянуть. Нет, конечно, это так не работает. Возьмите 3-5 волосинок и попробуйте их потянуть. Вот это и даст объективную оценку качества волос. Мой тест показал, что волосы обесцвечивать можно, но фон упирается в 9 уровень, это максимум. Теплый, естественно, поэтому о холодных оттенках 10-го ряда можно и не фантазировать. Но нам это, собственно, и не надо. Данное окрашивание выполняется быстро за счет того, что у меня будут достаточно толстые пряди и пропуски. Рекомендую заранее разделить голову на секции, как указано в видео. Это здорово сэкономит вам время. Работаю сегодня на порошке от Брэндал Иреаль на 6%. Пропорция смешивания 1 к 2 с использованием Полаплекс. Наношу продукт сразу на всю длину и после первого нанесения буду точечно добавлять порошок на уплотненные участки, где ранее был кератин и краситель. Работа с волосами, на которых был кератин, это всегда такое минное поле, потому что бывает, что его нанесли неравномерно или нанесли несколько раз на разные участки. Поэтому я рекомендую всегда делать тест прядь перед обесцвечиванием. Для того, чтобы создавать рельефное окрашивание, необходимо делать пропуски. Потому что если у вас каждая прядь обесцвечена, очень близко к корням и без пропусков, то ни о каком рельефе не может быть и речи. Да, можно делать штопку, но ни в коем случае не мелкую. Почему? Мелкая штопка даст очень плавный рассыпчатый эффект блонда. И впоследствии такое окрашивание сложнее корректировать. А если у вас крупная штопка, то ее легко выделять и корректировать. На самом деле техники окрашивания и колористика не самая сложная часть нашей работы. Гораздо важнее уметь слушать клиента и проводить грамотную консультацию. Создавать гармоничные образы. Да, я понимаю, о чем вы думаете. О том, что клиент приходит к нам с картинкой, и мы должны соответствовать. Мы должны сделать именно это. Но я вас уверяю, ни одна девушка никогда не откажется, если вы предложите создать ей гармоничный образ, который сделает ее привлекательней, который подчеркнет ее достоинства, а если мы говорим про категорию клиентов 45-50+, и если мы им предлагаем освежить образ и убрать 10-15 лет, ни одна девушка не откажется это сделать. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...